Набережная Челны демонстрирует положительную динамику развития. Показатели за первое полугодие 2017-го сегодня озвучили на деловом понедельнике. Экономическое состояние города по-прежнему зависит от автогиганта. Подробности далее. 42% от общего объема промышленной продукции приходится на КАМАЗ. За полгода на заводе выпустили 16 тысяч грузовиков, что на 3 тысячи больше показателей прошлого года. Развиваются и другие предприятия. Рост показывают субъекты малого и среднего бизнеса. Такие результаты получены благодаря созданию ТАСЭР и 9 промышленных и индустриальных площадок. В настоящее время ведется работа по созданию в городе еще одного промышленного парка. А именно китайская компания ХАЭР вышла с инициативой создания современного высокотехнологичного индустриального парка. Данную площадку предприятие рассматривает для реализации прежде всего проекта по производству стиральных бытовых машин, а затем и другой бытовой техники. Завершаются работы по созданию новых очередей Кипмастер и Промпарк развития. Кроме того, поддержку бизнес получает и при помощи госпрограмм. Так, на Лизингрант уже подано 49 заявок от челнинских предпринимателей. Рост производства улучшает и социально-демографическую ситуацию. Впервые за последние 17 лет уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,48%. В первом полугодии численность безработных уменьшилась на 36,8% и составила 1280 человек. Сегодня на одного безработного приходится пять вакансий, а средняя зарплата по городу составляет 31 тысяча рублей. Активно ведутся строительно-монтажные работы. За полгода введено более 83 тысяч квадратных метров жилья. Завершаются работы пока по ремонту домов, садиков, школ, медучреждений. Челнинцы ждут окончания реконструкции бульваров Тенчурина и Шишкинского, площади Азатлык и Московского проспекта. На эти цели удалось привлечь почти 2 миллиарда рублей.